Гараж Особенно, конечно, международные Мы не можем пройти мимо них Ведь мы же с вами так радостно всей страной Отмечаем наш любимый праздник Хэллоуин Причем стремимся все меньше и меньше использовать маски Все больше и больше естественное природное выражение лица Мы очень любим Рождество 25 декабря Без него тоже не получается это все-таки наш праздник День доброты Это тем более наш естественный праздник Прямо по сердцу, прямо по душе Мы же знаем про себя Мы же добрые, мы же отзывчивые, мы же хорошие Сейчас перед Госдумой, если не ошибаюсь, шестые сутки голодают люди Уговаривающие власть принять закон о защите животных И эти люди считают, что если мы начнем защищать животных, мы станем добрее Потому что тот градус озверения, до которого мы докатились и который еще нам предстоит достигнуть Он уже делает нас равными животным И пора животных защищать В данном случае используя их для тренингов Мы потренируемся на животных, защищая их от людей И вполне возможно, что тем самым защитим себя На дороге, конечно же, мы с вами тоже как добряки, эталонные И сегодня тем более в порыве праздника Прекрасно знаем, как себя вести У нас уже больше года в автошколах есть специальный предмет Там людей учат, во-первых, разбираться в типах агрессии Понимать, что опаснее, гаечник, ключ или бейсбольная бита, летящая вам в голову И все-таки пытаются как-то так, минимально хотя бы обозначить Ну, некие параметры уклонения Некие параметры предчувствия и предугадывания Это агрессия к вам или не к вам? Но уже больше года в нашей стране Хоть кого-то учат не быть зверьми Чуть-чуть за рулем быть минимально людьми В автошколах, больше нигде В обычной школе учат зверству В обычной школе, в принципе, не учат ничему Но если там видно, что звереныши собираются в стаю То об этом мы, как правило, узнаем не от учителей Которые пытаются этому воспрепятствовать хоть как-то А из Ютуба, где дети радостно ролики своего зверства выкладывают А потом вся страна по этому поводу хумурит брови и говорит Ну, кажется, что-то недосмотрели Досмотрели? Мы такую школу себе создали Мы к этому пришли Ну, в институте там все понятно Есть такие зверинцы, в которые вообще лучше не забираться И нога туда не ступает, как правило, без прикрытия ОМОНа Или кастета в кармане Это высшая система образования в нашей стране Есть несколько специфических институтов, в том числе в Москве Иногда даже по телевизору очень редко показывают Рейды спецназа полицейского, которые туда приходят Ну, например, документы проверить У юношей и девушек, приехавших в столицу за знаниями проверить документы Обычно среди спецназа бывают жертвы Поэтому День доброты, конечно же, это наш праздник Мы же, конечно, не можем его не отметить Мы размялись в конце прошлой недели на полицаях У нас сейчас как раз идет череда приятных юбилеев У нас 100 лет полиции В ближайшее время у нас будет 100 лет гестапо Ну, у нас сейчас гестапо называется немножко по-другому Там какие-то спецслужбы Ну, не загораем этот праздник такой спецслужбы И тогда же мы размялись на 35-летие Брежнева 35 лет, как Брежнев умер Примечательно, что, например, у меня в Фейсбуке На странице по этому поводу Не набежало большое количество молодежи Которые бы мне рассказали о том, как шикарно я жил при Брежневе Они в основном предпочитают другой исторический период Они рассказывают мне, как хорошо было при Сталине То есть они при Сталине не жили, при Брежневе не жили Но, тем не менее, они точно знают, когда было хорошо И могут сравнить и с цифрами, как им кажется, убедительно выглядеть Нет, не получается, не забежали они ко мне Но, тем не менее, в природе к празднику доброты На примере того, с каким восторгом все вспомнили кончину Леонида Ильича И потом последовавшую гонку на лафетах Видно, что, конечно же, мы прошли большой исторический путь И на сегодняшний день не случайно И в автошколах у нас есть специальный предмет И Государственная Дума у нас полагает, что любая езда Любая, вообще любая езда Это агрессивная езда С этим нужно что-то делать Санкции еще не прописаны Хотя в правилах дорожного движения уже появилась соответствующая статья То есть есть такое правонарушение Когда ты едешь И поэтому ты уже агрессор Тебя нужно срочно наказать Непонятно на сколько Кажется тысяч на пять Непонятно с какого числа Но рано или поздно это будет ратифицировано И вот в преддверии этого праздника Компания Ford, которая присматривает за нашим рынком За целевой аудиторией И изучает Паукова в банке Провела соцопрос Причем компании Ford, они молодцы тем, что они регулярно подобные Позволяют себе исследования Для этого они, как правило, используют не социологическую службу А интернет Интернет тоже во многом бывает репрезентативен и показателен И на странице ВКонтакте они поспрашивали нас Про нас самих О том, какие мы добрые Какие мы вежливые Получилась довольно интересная картинка Во-первых, выяснилось, что 75% водителей считают себя вежливыми То есть, мы сами себя, интернет-продвинутые пользователи В большинстве ощущаем как очень вежливых водителей При этом 18% из нас готовы убить любого А 19% готовы просто показать кучкину мать Суммируем Получается, соотношение все-таки не в пользу доброты Хотя, казалось бы, не такой уж и большой процент Есть несколько сценариев вот этого поведения Эти 18 и 19% 19% они готовы просто не пропустить Ну, а что ты прешься, когда у меня приоритет? Это вот как раз та самая картинка, с которой мы сейчас столкнемся Когда на круговой развязке четко определено Тот, кто едет на кругу, он прав У него приоритет Вот хрен теперь кто-нибудь на этот круг сунется Потому что я умру за свой приоритет А я по правилам Чем хороша вот эта выделяющая ситуация нашей страны? А я прав Знаете, вот как эти подонки, которые ходят с приложениями И фиксируют, как им кажется, всех правонарушителей вокруг Они же чем себя утешают? А я прав А я по закону Вот эти вот мерзавцы, например, из молодежных шакальных организаций Сбивающихся в стаю Которые всякие там стикеры клеят на стекло Они же тоже используют свою формальную правоту Даже так Формальную неправоту, как им кажется, их оппонентов Они нам кажутся неправы Поэтому мы вам что-то наклеим на стекло Потому что мы в этой связи боремся с вашей неправотой И за счет этого мы выглядим более праведными Так вот, 19% людей Они не впустят свой в ряд Чего бы там с тобой не было Не важно, что ты, может быть, потерялся в этом потоке Может быть, у тебя есть какая-то нужда Может быть, ты негодяй Ты, скорее всего, негодяй 19% не пустят насмерть А вот че ты тут лезешь? Я по правилам И все, и умри А 18% не из них, а сверху к ним Это те, кто готов растерзать Готов догнать Готов подрезать И готов на светофоре еще ему настучать в жбан Потому что по отношению ко мне Вон на том светофоре он был неправ Ох, как он был неправ А я этого не потерплю Семен и Дин и браты И у нас нормально Когда в автомагазине продаются бейсбольные биты Бейсбольные биты В нашей стране, где Хэллоуин, конечно, есть И Рождество уже пустило корни В бейсбол до сих пор не играют Нет у нас такого вида спорта Мы даже не понимаем его правил В американских фильмах Люди на базах Красивый проход Мы понятия не имеем, о чем это Что-то там происходит Какая-то тусовка Нам бейсбольная бита нужна не для того, чтобы пойти играть А для того, чтобы убить Потому что это спортинвентарь Причем дубинки есть мужские и женские Женские покороче и полегче Ну, череп-то вскрывают точно так же С одного удара, если умеешь И 19% не пропустят А 18% еще и убьют И они об этом нормально признаются Потому что интернет, чем и хорош Он же обезличенный И он дает возможность тебе быть такой, какой ты есть Себя можно приукрасить А может быть в своем естестве Люди в своем естестве Они ведь тем и интересны Что, как правило, вообще редко себя анализируют Они вообще Бывают, что на уровне целой нации Не понимают, что творят Но у нас так принято Мы такие Мы так живем И, конечно, в нашей неоднородной стране Картина меняется Потому что Молчаливое Нежелание тебе помочь в Сибири Оно очень сильно отличается От молчаливого упрека Или желания растерзать тебя в Москве Сибиряк, скорее всего Проехал мимо, потому что просто оценив ситуацию Не увидел угрозы А в большинстве случаев остановится и поможет Вот эта обезлюденность Когда территория никем не заселена И когда На Дальнем Востоке, например Самое страшное, что может быть Это сходить в лес по грибы Потому что тебя пристрелят Пристрелят Кто бы вы думали? Да китайцы, которые там живут И не подпускают к своим территориям никого Из этих местных пущеглазок Там, в принципе, формирует подобные ситуации В людях иное отношение Им не нужен праздник Какой-то специальный день доброты Когда можно прийти на помощь Но если ничего критичного Да, совершенно спокойно проезжают мимо Но, если что, первыми останавливаются Ты можешь даже На трассе просто встать на обочину Любой проезжающий мимо Очень внимательно посмотрит на тебя Ну, тебе что? Давай, я же не против У нас в Москве, представляете Я как-то на обочине ему притормаживаю Спрашиваю человека Вам помочь? Потому что у него открыт капот И растерянность в лице А у него паника в ответ Он даже не подразумевает сценарий помощи Он тут же уходит в оборону Он думает, что сейчас произойдет что-то криминальное Ему нужно защищаться Я ничего не имею Ну, мало ли Ну, вдруг у человека там запаски нету Или там спустило колесо Он не знает, что делать Тогда мы его колесо дырявое Кладем ко мне в багажник И просто спокойно едем До ближайшего шиномонтажа У меня это займет там В сорок минут час жизни Но я не вижу тут ничего страшного Да пожалуйста Нет Не-не-не, слушай, проезжай Проезжай, проезжай Праздник доброты это тринадцатый Это понедельник Не сегодня Никакая доброта не нужна И Форд констатирует как раз Вот эту вот удивительную картину Когда 75% считают себя добрыми Мы по умолчанию такие классные Мы такие хорошие ребята И к этим семейским пяти Суммируем 19% Тех, кто сидит в зубы Скажет, едьте сейчас А 18% это едьте сейчас еще и реализуют Есть еще отдельная категория Тех, кто Принял обсуждение в вопросе Пропускать или не пропускать пешехода Сейчас у нас в стране Вы видите на примере Москвы Проходит нагнетание Когда на социальных группах Ставится эксперимент По увеличению ненависти У нас есть 282 статья Уголовного кодекса Власти очень активно пользуются Она стравливает социальные группы Она порождает между ними Искусственные проблемы И когда видно, что эти группы Не готовы друг против друга Никак конфликтовать У них нету желания Есть желание вот этот маневр Уклонения предпринять Когда не хочется Нет, а мы тебя заставим Мы формализуем ситуацию Пешеход должен идти только строем Только в зоне пешеходного перехода Это, естественно, правило Правило написано кровью Безопасность Мы все это прекрасно понимаем И водителя обязаны пропускать Потому что если он не пропустит 2500 штрафа Только это И люди, отвечающие Форду На социальный опрос Они, конечно, сказали Что мы пропускаем пешехода Да, ну, это же пешеход Причем, как только Форд усугубил трагедию И спросил А вне перехода? Люди сказали Да, вне перехода тоже 9% сказали Мы не будем их давить А 14% сказали А мы задавим Да плевать-то на нее О чем козлина прется тут поперек А я тут еду Я тут добрый Я из тех самых 75% Я, знаете, какой добрый Я всех пропускаю Ты что тут, сволочь, так ешь из тебя Это нормальная, естественная реакция То, что 53% при этом матерятся во все горло Внутри своей машины Это его социальный мир И здесь он может себе позволить все что угодно Кто-то слушает громкую музыку Кто-то орет добрыми словами на всех окружающих При этом он никаких действий не предпринимает Езжай себе спокойно Ну, мало ли Может быть, ты в порыве любви Свою жену с утра до ночи Бьешь Бейсбольный битый по башке Ну, у вас такая любовь Ну, у вас есть такой негласный договор Ты добрая, она добрая У вас так принято То, что происходит в твоей машине Это в твоем мире Это не то, чтобы не касается Но это пока еще не выплескивается За пределы твоего мира И не приносит угрозу окружающим А вот то, что 14% считают, что ситуация формализована ровно настолько Чтобы в соответствии с требованиями, например, московского мэра Не пропустить, а на самом деле создать угрозу жизни пешехода Потому что, а он не прав А вот я-то прав Я 73% добрых Да задавлю я нафиг 75% Это говорит о том, что агрессия на самом деле нарастает Обсуждается сам по себе вопрос Косвенно, косвенно обсуждается Давить или не давить Раньше такой вопрос не стоял Понятно, что не давить Знаете, это то же самое, как было в то время, когда я получил права Это был конец прошлого века Поехал Автошкола И жизнь И общий вектор поведения Четко совершенно научили Машину с мигалкой Ты пропускаешь всегда Ты никогда не задумываешься над этим Понужденно едет Или она в баню Машину с мигалкой Свято Ты всегда на обочину Ты всегда прижмешься Скорая Пожарная Менты поганые Езжайте, ребят Может быть, вы как раз те самые честные, которые по делу Не обсуждается А сейчас постоянно идет дискуссия А что это они? А я вот Да, санкцию придумали Санкцию придумали, усугубляя нашу вину В том числе и не только потому, что дороги непроходимые И не всегда увернешься И шикарная подстава получается Но в том числе и потому, что здесь тоже Искусственно выдуманный очаг напряжения Он искусственно выдуманный Так же, как и в принципе обострение нашего зверства Оно создано косвенными методами Зверство в людях растет Вот теперь кто-то уже заступается за животных Потому что видно, насколько Зверство докатилось до ситуации Отсутствия пределов И дети, которые всегда были довольно жестокие Теперь еще бравируют тем, как шикарно Они убивают животных Как можно классно убить котенка Как можно великолепно глумиться над щенком А на самом деле над человеком Над слабым, над одноклассницей Над одноклассником Над кем угодно Над любым Мы ведь ездим, как живем За рулем люди же зверские ровно настолько Насколько они зверские в своей повседневной жизни И что в Москве Где у всех такие благородные лица Большие зарплаты Жизнь на Красной площади И в провинции, где ты видишь людей И первая у тебя реакция Это перекреститься Потому что такое выражение лица Это обычно повод для драки А не для улыбки Но, конечно же, тебе в ответ никто не улыбнется И у нас сегодня праздник 13 число День доброты Давайте посмотрим, кто из нас доживет до вечера Новости Программа Сергея Асланяна Гараж Очень правильная реплика Из-за республики Дагестан пришла Злыми не рождаются Из Санкт-Петербурга Твиттер-аккаунт вызван Картина Ребенок лет 8-9 колотит что-то палкой Я подошел посмотреть Не граната Или там была мертвая кошка Хороним Сказал этот парень Причем тут доброта Есть правила Их надо соблюдать Самая большая проблема Это безнаказанность пешеходов Госрегистрационные номера На пешеходов могли бы решить проблему Наиль пишет из Москвы Правила играют Конечно очень серьезную роль По правилам ездим По правилам живем Правила предписывают Что можно и что нельзя Но помимо этого Знаете ли У Роберта Уоррена Мы должны сделать добро из зла Потому что его больше не из чего сделать Правила предписывают Как поступить А человек реализует любое правило В большом и в малом В большом Мы на дороге сталкиваемся С инспектором ДПС Который вне правового поля Он не для этого пришел В ГАИ работать А мы его заставляем туда Пинками Обратно в правовое поле Потому что от того Как будет в данной ситуации Реализован закон Зависит многое для нас Зависит многое для него Но мы Именно те люди Которые могут заставить его Работать по закону Хотя казалось бы У него полномочий Ровно столько Чтобы этого не делать А закон он никогда не видел Он их в принципе не смотрел Не надо ему Прав не прав Когда дебил паркуется На месте для инвалидов Все это не работает Вы инвалиду предлагаете Вести разъяснительную работу С этим дебилом Пишет Борис из Москвы Нет Борис Но очень многие инвалиды Выглядят как здоровые люди Вы не знаете какие у них диагнозы Для вас инвалид это тот Кто очевидно без ноги Без руки Нет А вот например Все онкологические Люди с очень серьезными Полостными операциями В результате которых Они стали инвалидами Они снаружи выглядят как новенькие А многие из них прекрасно выглядят И костюм хороший Машина дорогая Только он инвалид И он имеет право пользоваться Этой парковкой Вы откуда сданете Вы с чего вдруг Как вот те самые шакалы Наклеивающие этикетки На лобовое стекло машины Берете на себя Функцию сразу И следствие И обвинение И приводите приговор в исполнение Вы Насчет инвалидов И разъяснительной работы То есть вы подразумеваете Что человек без ноги Костылем замахивается На человека Который встал на своем каене На место для инвалидов И сразу понимаете На чью сторону нужно вставать Где в день всемирной доброты Доброта Где зло И как его нужно покарать И с большим удовольствием Режете колеса к каену А вы знаете что у водителя каена За диагноз Вы этого не знаете А если у него Онкология в стадии ремиссии Вы к нему с чем С какой предъявой А на каком основании Вы не готовы разбираться Судить Вы готовы Интернет вас уже научил Тому что вы Находясь в безопасности Всегда правы Ну потому что все вокруг дебилы Как те самые 18% Которые готовы порвать любого Да потому что он не прав А я прав А почему ты прав С чего ты решил Ну я родился таким Мне мама сказала В детстве Путин Любящий хозяин собак Да Почему-то очень многие животные Как по крайней мере Врут очевидцы Дохнут После внимания нашего Путина Помните он то леопарда подарит То еще кого-то куда-то Потом вот Кто-то стоит палкой и колотит Потому что хоронит Проблема с колесом Все проезжали просто мимо Мороз Ветер Холод Ночь наступала Остановился кавказец Боже мой Как я была удивлена Его человеческому взгляду До сих пор помню И благодарна Пишет Екатерина Да Вот такая доброта Случается Причем кавказцы Вот посмотрите Как например Особенно эти мальчики восточные В метро уступают Нашим бабушкам место Наши сидят А потому что равноправие А что я Я тоже устал Я вот знаете сколько книжек За сегодняшний день прочитал А кавказец по умолчанию Вот этот вот восточный мальчик Который всего еще боится У него рефлекс Пожилой человек Все Он подскочил как пружинка Я как-то ехал в метро И молодой узбек Ну по ним Трудно понять возраст Ну на вид ему там Лет 19-20 было Он что-то замешкался Потом подскочил И извинялся перед нашей бабушкой А я ему руку пожал А он так смутился А я ему сказал спасибо Вот за то что он бабушке место уступил И весь вагон Они все смотрели Все рожи отворачивали Ну это же было не 13-й числа Это же был не день доброты Еще это вдруг А я еще ему руку жму Вот кто такой чтобы я ему руку жал А он человек Вот именно поэтому Я ему сказал спасибо Кто бы ему еще сказал спасибо Любим праздновать всякую Международную хрень Особенно умиляет 8 марта Когда любим женщину И уважаем ее Один раз в году Опять-таки Борис продолжает бороться С теми Кто встает на место Для инвалидов Вы не правы Я езжу с разрешенной скоростью Тут чудо какое-то Со своей логикой Выворачивает под носом Со второстепенной безмысли Что кроме него Еще кто-то существует Уж про приоритет умолчу И тем не менее В таком случае Вы как маэстро Имеете возможность Тут же пойти на таран Вы правы Тем более у вас есть регистратор Вы видите Он нарушает И можно однозначно Показать ему Как он не прав Вариант Набить морду Пойти на таран Подтолкнуть его Чтобы он намотался На телеграфный столб И не только отмщенным Ну и удовлетворенным Ехать дальше Доброту нужно делать Видимо все-таки Из зла Из другого Не получится Другого материала нет Ваше решение В данном случае Мне например не нравится Кавказцы Кавказцам рознь Конечно И есть масса Роликов Очень неприглядных И вообще наша страна Которая на видеорегистраторах Составляет половину контента Ютуба Отпугивает иностранцев В том числе тем Какие у нас удивительные Разборки на дорогах Потому что мы Обязательно с применением Топоров Кувалт Бензопил Мы выглядим Чрезвычайно брутально Недавно общался С одним прибалтом Который вел сюда Караван Испытываемых Испытываемых машин Корейцы Сделали автомобили Устроили большой пробег Из Кореи Ехали в Европу И торопились Они К дню открытия Франкфуртского салона И поэтому Была международная команда Проводников Испытателей Инженеров И гонщиков Которые этот караван Красиво провели И командором пробега Был человек Который знает Немножечко нашу ментальность Русский язык А заодно Хорошо интегрирован в Европу Очень приятный прибалт И когда К нему только Это предложение пришло То все люди вокруг него Сказали Ты что Россия Это же ужасно Ты посмотри Что происходит в Ютубе Там же все Друг на друга С кувалдами набрасываются Там каждый второй с топором Посмотрите Как они режут Рвут друг друга Как они уничтожают Как они идут на таран Как они не осуществляют Правила дорожного движения Это же просто жуть какая-то Если мы знали Раньше Только догадывались В том числе По справочникам Что все-таки Пьяные медведи У малолетних детей На Красной площади Отбирают бутылку водки То теперь у нас есть Кому подтверждение Он сказал Во-первых Видеорегистраторы Есть в России Во многих европейских странах Они запрещены Во-вторых Все-таки Там еще и полиция есть И когда ты Набрасываешься Например На кого-то с оружием Просто потому Что он не прав С боковой вырулил Как будто Вокруг никого нет То есть шанс Получить пулю Из-за того Что в соседней машине Едет полицейский Это не значит Что она у него С мигалками И с раскраской А он обязательно При погонах Я наблюдал в Париже Как например Полицейские Гнались за преступником В час пик Пробка Парижское движение Центр Возле Гранда Перра Очень плотное движение О том Что начинается погоня Было как в кино Заявлено Вот этим жестом Когда на крышу Водитель поставил лампочку То есть Едет обычная Реношка Неприметного цвета Вдруг Он вставит Проблесковый маячок Врубает сирену Дает по газам И несется Ну Он Это было движение В предельную резвость У меня такое ощущение Было со стороны Что вот В конце этого прямяка У него где-то было За 100 км в час Все вокруг Разлетались И уворачивались Они давали Возможность полицейскому Нормально работать Все прекрасно поняли Что происходит Он гнался За какой-то белой машиной На своей синей машине Он ее догнал Зажал И просто совершенно Конкретно Задвинул В Питерце В пореврик Для всех остальных В бордюр Выскочил И дальше уже Они гнались В пешем порядке Мастерство О том Что полицейские рядом Вы не знаете И если вдруг возникает Конфликт на дороге В Испании То же самое наблюдал Из ниоткуда появляется полицейский В Голландии У меня полицейский Появился В одну секунду Когда я на автостраде Встал Потому что Мне показалось Наверное я проехал Надо как-то привязаться По местности И справа Места хватало Для того Чтобы я никому не мешая На своем автобусе Стоял и соображал Тупя на всю Голландию Хотя бы полторы минуты Куда же мне ехать Полицейский Из ниоткуда появился Он ко мне подошел Он сказал Потому что он полицейский Спросил какие проблемы Я сказал Вот запутался Говорит Тебе куда надо Туда езжай Говорит Только здесь не стой Полиция появляется У нас Никогда Там всегда Поэтому Конечно Все эти разборки Они Ну мягко говоря В Европе невозможны А мы контента добавили Показали всем Насколько мы озверели До какой степени Мы очень разные И до какой степени Мы знаем свою правоту Ой как мы знаем свою правоту Ой как мы знаем Что он не прав 363-365-9 Код города 495 Ну вот Некоторое количество звонков То есть Судя по всему День доброты Мы сейчас отметим с вами Либо выберем Наконец-то Красная Кашкай Алло здравствуйте Гараж Программа Сергея Асланяна На радио Эхо Москвы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин